Музыка Сегодня в нашем государстве вопрос улучшения оказания государственных услуг выдвигается на уровень стратегических задач. Государственная услуга является одной из форм осуществления отдельной государственной функции на правильную реализацию справ, свобод и законных интересов услугополучателей, а также предоставление им соответствующих материальных и нематериальных благ. Учитывая процессы модернизации, происходящих в Казахстане в рамках стратегии 2050 и плана нацистоконкретных шагов, в сфере оказания государственных услуг происходит определенное преобразование, прежде всего направлено на развитие цифровых сервисов. Таким образом, сегодня ряд государственных услуг переведен в электронный формат. Департамент Министерства Североказахстанской области и его территориальные подразделения согласно реестру государственных услуг оказывается 19 услуг, многие из которых поступают через государственную корпорацию правительства для граждан и информационную систему государственной базы данных и лицензирования. За истекший период 2017 года было оказано 63 703 государственные услуги, в том числе 9 174 в электронном формате. Это по направлению регистрации прав на недвижимое имущество, по регистрации прав на юридических лиц, апостелирование официальных документов, в сфере лицензирной, адвокатской, нотариальной деятельности, деятельности частных судебных исполнителей. В соответствии со стандартами государственных услуг, проведение аттестации лиц, претендующих на занятия адвокатской деятельностью, проведение аттестации лиц на право занятия нотариальной деятельностью, от 24 апреля 2017 года, услуги по проведению аттестации оказываются территориальными органами юстиции на альтернативной основе через канцелярию нашего департамента юстиции или через свой портал электронного правительства. Прохождение аттестации осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Услуга получателя, допущенный к аттестации, уведомляется о месте, дате, времени проведения аттестации не позднее, чем за 10 календарных дней до ее проведения письменно, либо через портал в электронной форме. Перечень документов для прохождения аттестации на занятия адвокатской деятельности входит в заявление о допуске к аттестации в установленной форме, форма сведений для прохождения аттестации, которая содержит всю необходимую информацию в целях исключения необходимости предъявления дополнительных документов. Также предоставляются справки из наркологического и психиатрического диспансера, выданные по месту жительства услугополучателя, не ранее, чем за месяц до его представления в органе юстиции. В случае подачи документов для аттестации на право занятия нотариальной деятельностью потребуется предъявление также копии документа, подтверждающей стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, нотариально засвидетельствованы в случае непредставления оригинала для сверки. Указанные государственные услуги оказываются на бесплатной основе. В рамках электронного правительства 2010 года для удобства граждан реализованы три вида информационных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество. Справки о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, справки об отсутствии наличия недвижимого имущества, справки о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество. А с 2015 года введена такая услуга – это выдача сведений о собственнике, правообладателей недвижимого имущества, которые выдаются в электронном виде через Центр обслуживания населения и ВИП-портал электронного правительства в течение 15 минут на бесплатной основе. Данные, содержащиеся в формах электронных информационных услуг, являются действительными на момент предоставления услуги. Информация из государственной базы недвижимого имущества, предоставленной в виде электронного документа, с заверенной электронной цифровой подписью, является официальной и равнозначной информацией, предоставляемой регистрирующим органам. Таким образом, электронная регистрация прав на недвижимое имущество исключает необходимость обращения в Центр обслуживания населения для подачи документов на государственную регистрацию. Электронная регистрация имеет приоритетное значение, поскольку обеспечивает повышение качества предоставления государственных услуг, а также способствует своевременной подаче документов на государственную регистрацию. С 2015 года внедрена обязательная электронная регистрация прав на недвижимое имущество на основании нотариального достоверной сделки. Это договора купли-продажи, дарения, доверительного управления и так далее. Электронная регистрация осуществляется на основании электронных копий правоснательных документов, поступающих в автоматическом режиме, в информационную систему правового кадастра из единой нотариальной информационной системы, которая поступает, как я уже сказала, автоматически в рамках одной процедуры после нотариального удостоверения сделки. Договора, заключаемый у нотариуса, автоматически поступает в органы юстиции, где мы проводим юридическую экспертизу, и срок регистрации недвижимости составляет один день. В 2017 году официальный интернет-ресурс департамент юстиции был обновлен инфографикой. В настоящее время любой интернет-пользователь, зайдя на сайт департамента юстиции, может не только ознакомиться с деятельностью органов юстиции, но в онлайн-режиме получить услугу в электронном формате, либо подробную информацию о ее предоставлении, пройдя по ее ссылкам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова